давно у нас на канале не было винтажа дамы и господа и сегодня я предлагаю эту ситуацию исправить я вас приветствую сегодняшнее видео посвящено проигрывателю техник сл 1700 с чего все началось собственно еще и в декабре ко мне приехал товарищ который попросил переставить и настроить головку звукоснимателя на этом проигрывателе ну и пользуясь случаем я решил потестировать и снять небольшой видео обзор особенно учитывая ваш интерес к такому бренду как техник что ж друзья давайте для начала рассмотрим его технические характеристики далее уже поговорим о его достоинствах и недостатках и так мы имеем двухскоростной полуавтоматический проигрыватель винила с прямым приводом выпускался в 1976 году имеет неплохую дополнительную виброразвязку с корпусом в проигрыватель установлен бесщеточный сервомотор с возможностью подстройки каждой скорости в пределах 10 процентов для облегчения калибровки скорости присутствует стробоскоп коэффициент детонации 25 тысячных процента соотношение сигнал шум минус 73 децибела s-образный тонарм с эффективной длиной 230 миллиметров допустимая масса картриджа от 5 до 11 грамм эффективная масса тонарма 22 грамма вес проигрывателя составляет почти 9 килограмм чистокровный японец то есть питание на 100 вольт цена в среднем 20 тысяч рублей однако я встречал экземпляры и по 12 тысяч двигатель запускается при перемещении тонарма над диском по окончании воспроизведения тонарм возвращается в исходное положение что удобно однако не забываем простейшую истину чем больше механики в проигрывателе соответственно тем больше шансов что со временем она откажет однако конкретно этот экземпляр вполне хорошо опровергает эту мысль поскольку общаясь с владельцем этого проигрывателя и тестируя его несколько часов я не заметил никаких либо сбоев и проблем в родной инструкции к проигрывателю я не нашел упоминания о том какой головкой он комплектовался однако по некоторым данным это была голова еписи 270 особо ничем не примечательно тем не менее немного они тоже расскажу это головка типа м м с выходным напряжением 3,2 милливольта с эллиптической заточкой частоты диапазон от 20 до 25 тысяч герц разделение каналов 25 децибел разбаланс 2 децибела податливость 10 рекомендуемая прижимная сила 1,75 грамма плюс минус четверть грамма рекомендуемое сопротивление нагрузки от 47 до 100 килоом вес 6 грамм к сожалению меня нет этой головки звукоснимателя в наличии а слушали мы аудиотехнику 120 причем в не самом свежем состоянии поэтому и сэмпл не вижу смысла прилагать видео далее давайте обсудим неоспоримые достоинства данного аппарата первое это конечно же хорошее соотношение цены качества аппарат действительно достойный учитывая свою цену далее конечно же это сменный стандартный shell если у вас скажем несколько головок звукоснимателя то имея одинаковые шеллы вы сможете менять головки звукоснимателя без особого труда экономия при этом немало времени ну и конечно неплохая дополнительная виброразвязка с корпусом который вы могли наблюдать из этого видео ну а теперь давайте перейдем к недостаткам конечно же стандартный набор для проигрывателя начального уровня причем не только современных но и винтажных это отсутствие возможности регулировать по высоте ножки и регулировать по высоте тонар ну еще один недостаток в этом классе проигрыватель это конечно же несменные сигнальные кабели то есть установить свои какие-то дорогие там хорошие сигнальные кабели у вас не получится разве что придется разбирать проигрыватель и перепаивать спорным моментом является автоматика кто-то ее на дух не переносит а кто-то наоборот любят полностью автоматические проигрыватели тема достаточно холиварная от себя скажу лишь то что важно не наличие автоматики а то как она реализована в этом проигрывателе я не нашел никаких либо влияние негативных автоматики на процесс воспроизведения о чем кстати свидетельствует и хорошие технические характеристики от себя скажу что мне вполне хватает проигрыватели функции автостопа обращаю ваше внимание что 1700 техникс выходил в двух модификациях это марк 1 как в этом видео и марк 2 это более поздний и доработанный вариант скажем так чем же они отличаются честно говоря марк 2 я не тестировал однако если посмотреть визуально даже и прочитав сравнив технические характеристики можно сделать некоторые выводы и так в марк 2 установлен бесщеточный мотор опорный диск потяжелел до 2 килограмм и диаметр его увеличился на 2 миллиметра соотношение сигнал шум увеличилось до минус 78 децибел пич контрол имеет значение плюс-минус 6 процентов ну и вес проигрывателя также увеличился до 10 килограмм визуально эти проигрыватели тоже отличается ну и также не могу утверждать но визуально похоже что в марк 2 можно регулировать тонарм по высоте ну и что же по итогам господа настоятельно рекомендую посмотреть видео винтаж или новодел в котором я подробно рассказываю не только о проигрывателях но и усилителях и головках звукоснимателя я просто хочу чтобы вы осознали чем характерна покупка винтажного проигрывателя далее сравнивать винтажный проигрыватель с современными проигрывателями я также не буду поскольку я считаю что это немножко некорректно и причин тому целая куча что же среди винтажных проигрывателей то могу сказать по выводам техник с 1700 и учитывая свою цену там в районе 20000 является очень хорошим проигрывателем имеет хорошие технические характеристики и функционал но важно найти проигрыватель в хорошем косметическом и техническом состоянии если же вам это удастся в районе 20000 рублей покупкой вы будете довольны что же насчет апгрейта на этот проигрыватель я считаю вполне уместно ставить головки звукоснимателя стоимостью скажем до 40 тысяч рублей в том числе и типа mc что ж друзья у меня на этом все ставьте лайки подписывайтесь на канал обязательно жмите на колокольчик чтобы не пропустить следующие интересные видео и обязательно пишите в комментариях те у кого есть 1700 техникс и также насколько вам интересна тематика винтажных проигрывателей поскольку еще до самоизоляции два или три проигрывателя винтажных я отснять успел ну и конечно самое главное друзья будьте здоровы счастливо